В понедельник в администрации района состоялось очередное планерное совещание. Главными вопросами стали защита имущественных прав несовершеннолетних. И, конечно, необходимо продолжить ту работу, которую вы ведете с теми же показателями, оказывая помощь и детям, и их законным представителям в осуществлении сохранности имущества и в сохранности прав, которыми наделен тот или иной несовершеннолетний, имеющий то или иное имущество. Существенные изменения произошли в законодательстве Российской Федерации. Они касаются документа оборота местного самоуправления. Постоянно заслушиваются на рабочем совещании в районной администрации доклады о наведении санитарного порядка в поселениях. В этот раз о том, что сделано для наведения и поддержания чистоты, отчитались главы Калужского, Новодмитриевского, Григорьевского и Смоленского поселений. В станице Григорьевской и в станице Калужской состоялись сессии Советов сельских поселений. Глава района Адам Джарим совместно с руководителями различных управлений и организаций отчитались о проделанной работе. Подробный отчет дали главы поселений. Практически все текущие вопросы главы совместно с депутатским корпусом решают вовремя. В станице Калужской остро стоит вопрос водоснабжения. Устаревший водопровод не дает возможность поставить мощный насос и, как следствие, жителям приходится мириться с низким давлением воды. Руководству района хорошо знакома эта ситуация. Более того, она решается постепенной заменой трубопровода. Волнует калужан и отсутствие сельского клуба. Эту проблему можно решить, участвуя в государственных и краевых программах поддержки, пояснила начальник управления культуры Галина Куролесина. С интересной информацией выступил руководитель ветеринарного управления района Григорий Сокол. Он рассказал о новых случаях африканской чумы в Краснодарском крае. Пока на территории Северского района подобных случаев зарегистрировано не было. Также Григорий Сокол предостерег станичников от покупки мяса и яиц вне торговых точек. Открытая сессия состоялась в Михайловском сельском поселении. В этот день собрались жители села Михайловского и Хутора Ананевского, квартальные, специалисты районной администрации, руководители различных служб. Приняли участие в работе сессии глава района и депутаты законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев и Сергей Орленко. С докладом о проделанной работе за прошлый год выступила глава поселения Елена Клеменченко. Основное внимание в работе главы направлено решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, сокращение недоимки по сбору налогов на доходы физических лиц, составляющие основную часть местного бюджета, а также благоустройство и санитарного стояния территории села. Поделилась Елена Клеменченко жителями и планами на будущее. Косметический ремонт зрительного зала Михайловского сельского дома культуры. Приобретение кресел в зрительный зал в дом культуры. Оформление земельного участка под торговые ряды по улице Кооперативной 12А. Также в планах на 2018 год продолжит оформление прав собственности на имущество, находящееся в казне администрации. Начальник районного управления ветеринарией Григорий Сокол довел до владельцев подсобных хозяйств важную информацию о заболеваниях свиней и принятии необходимых профилактических мер. Убедительно просьба, что необходимо, те, кто все-таки имеет дома на своем подворье свиней, я думаю, что такие есть, чтобы они следовали при забоях на трехинерез, куда опаснее заболевания для человека, чем африканская чума свиней. После выступления докладчиков жители активно обсудили наболевшие вопросы с главой района и депутатами Законодательного собрания Краснодарского края. Проблемы касались отсутствия специализированных кадров в местной амбулатории, общих хозяйственных и технических вопросов больницы и многоквартирного дома, в котором располагается амбулатория, дальнейшей судьбы устаревшего бесхозного здания бывшего детского сада. В этом году мы хотим поменять крышу, насколько для нас это будет возможно. Так вот, хочу узнать, как больница будет участвовать в этом, то бишь помочь нам как-то, потому что они тоже находятся под этой крышей. Адам Джарим вместе с депутатом Законодательного собрания Краснодарского края обсудили возможность решения этого вопроса. По вашему вопросу, раз вы делаете как бы самостоятельно, у вас получается, я хочу сказать, с процентом собираемости 57%, он без бесконечности будет двигаться по этой программе, потому что на сегодняшний день потолок отсечения был 80%, то есть прежде всего, да? То есть и раз уж вы, извиняюсь, скажем, поэтому ничего, и никто никогда у вас не получится, вы просто в регламентную сетку не попадаете, вас будут двигать все время, у вас нет собираемости. Но раз вы проводите средства за свой счет, то в соответствии с законом вы вправе, как вам рассказывают, как ошибки, процедуру, потраченные деньги поставить себе в зачет и не платить до момента этого, как бы, вот эти взносы. Что я вам рекомендую сделать? Давайте мы еще раз, кажется, выяснимите ситуацию, да? Что можно предпринять, чтобы чем-то помочь этому дому? Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко рассказал жителям о своей готовности участвовать в жизни сельчан, поблагодарив депутатский корпус и главу Михайловского поселения за целенаправленную плодотворную работу. Моя деятельность как депутата-постоянщика, то есть находящегося постоянно в законодательном собрании, она будет тоже нацелена на то, чтобы помогать району, помогать им с образованием, ну и делами. И вот буквально сегодня мы с Адам Шахмельчем очень предметно общались на то, как потратить депутатский фонд, как работать с поселениями. Проблем очень много, коллеги. Но я думаю, в ближайшие пять лет я постараюсь максимально в них вникнуть. И естественно, под руководством главы района часть этих проблем разрешить. Итоги сессии подвел глава района Адам Джарим. Подчеркнул, что только совместная налаженная работа дает положительные результаты в выполнении намеченных целей и задач. Чтобы вы понимали, не для галочки мы сюда приезжаем, не для того, чтобы кому-то понравиться или сказать добрые слова. Мы приезжаем, чтобы узнать проблемы и сразу же их решать. Я уверен, что мы к 130-летию села Михайловского подойдем с хорошими результатами, с чистой, красивой стадицей. Инна Кухта, Андрей Вискушенко, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». Водный месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы стартовал в Северском районе. Торжественное открытие организовало Управление культуры. В зале и на сцене в этот день были настоящие патриоты. Главным оружием российского народа во все времена были честь и мужество. Превозмогая усталость и боль, советский солдат освобождал родную землю от немецких фашистских захватчиков. Верность долгу, патриотизм и единство многонационального народа Кубани придавали силы, поднимали станицы и хутора на борьбу с оккупантом. Гордитесь своей родиной и будьте достойными подвига предков. Чтите светлую память павших, тех, кто освобождал Краснодарский край, Ленинград, Сталинград, тех, кто поднял красное знамя над Рейхстагом. Уважаемые ветераны, дети войны, вдовы и труженики тыла, без вклада каждого из вас не могла состояться от победы. Мы в вечном долгу перед вами. Пусть к вашим орденам и медалям добавится еще одна награда за ваше терпение, мужество, выдержку, стремление изгнать с родной земли врага. Наши теплые слова, благодарность и уважение. У страны, которая не помнит своего прошлого, нет будущего. Радует, что в Северском районе историю родной армии знают и чтут. Ей, освободительнице, посвящают стихи. Молодецкая удаль бойцов раскрывается в танцах. Героизм русских солдат воспевают в песнях. Все, кто с оружия в руках отстаивал независимость нашей Родины, шагал дорогами войны, спасал от терроризма, прошел службу в вооруженных силах, говорят о том, что армия – это школа жизни, которую должен пройти каждый. Мероприятия военно-патриотические всегда были важны для нас, не только для нас, для ребят, потому что это память. Мне пришлось захватить маленько войну, и я знаю, что такое война, потому что нас бомбили. А день победы, встречая, я кричал дома, ой, опять началась война, потому что я знал, что это такое. Но оказалось, что это не война, а был уже салют 45-го года. Армия – это школа мужества и мастерства, боевого мастерства. Каждый мужчина должен подслужить в армии, потому что это будущие защитники нашей страны. Армия – это сила, армия – это воля, армия – это дружба, где понимается товарищество. Вот надо идти в армию, год отслужить, много товарищей приобретешь, закалишься, как человек там в армии. В школе преподавал, ребята уже отслужили, пришли, и говорят очень хорошо. Побывать в армии, отдать долг своему отечеству. Армия учит многим качествам, необходимым мужчине. Это, прежде всего, нахождение в коллективе сугубо мужском, это очень воспитывает. Во-вторых, это понятие дисциплины, понятие устава. И, в-третьих, патриотическое развитие человека. Человек учится защищать свою родину и своих товарищей, свои семьи, своих близких. И как в подтверждение, 20 лучших учеников школы номер 43, будущие защитники Отечества, в этот торжественный день вступили в ряды Северского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия. Вступаю в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Всегда быть верным своему отечеству и юнормейскому братству. Клянусь! Клянусь! Районный историко-краеведческий музей для проведения церемонии был выбран не случайно. Здесь, в окружении молчаливых свидетелей славных воинских дел своих предков, новобранцы осознают большую ответственность, которая ложится на их плечи вместе с погонами юнормейца. Я очень горда за свою родину. Я готова нести это звание юнормейца и с честью готова служить ей. Меня переполняет чувство гордости за нашу страну, за то, что меня взяли в приеды юнормии, так как это очень почетно. Я собираюсь участвовать в военно-патриотических акциях, помогать слабым. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы пройдет во всех поселениях под девизом «Овейна слава и родная Кубань». В школах, домах культуры и сельских клубах состоятся торжественные и памятные мероприятия, посвященные столетию российской армии. У обелисков и мемориалов пройдут митинги, посвященные 75-летию освобождения станиц и поселков Северского района от немецко-фашистских захватчиков. Запланированы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, участниками локальных войн. До 23 февраля в работе месячника примут участие общественные объединения, местное отделение ДОСААФ России, военно-патриотические и казачьи клубы, студенты и преподаватели средних специальных учебных заведений. В великое время рождает героя, где с честью о нем говорят. Он тот, кто стоит на защите покоя. Он попросту. Русский солдат. Ему неизвестно ни трусость, ни ботлость, не знает пощады к врагу. Ему лишь известно солдатская доблесть и в зной, и в мороз на снегу. Но сколько б не летли к нему век за веком, он сущность свою сохранил. В душе оставался всегда человеком, и заповедь Божий хранил. Летели столетия, менялась эпоха, и время чекарило шаг. Но с Родины он до последнего вздоха, как доблестный крейсер-варяг. Он клятву давал, как молитву читая, и верных народу хранил, себя не щадя, и подчас погибая, другому давал право жить. От героев былых времен не осталось порой имен, только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам, завещанный одним, мы в груди храним. Кирилл Колодкин, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают жители станицы Калужской. Это день и радости, и скорби, и памяти. С призывом ценить мир, свою Родину и быть настоящими патриотами, с благодарностью вспоминая подвиги наших предков. К участникам траурно-торжественной церемонии обратился глава муниципального образования Северский район Адам Джарим. К сожалению, сегодня в районе очень мало ветеранов Великой Отечественной войны. Они практически все прикованы к постели. Но, дорогие друзья, сколько бы времени ни прошло, наш народ никогда не забудет те жестокие годы. Очень дорогую цену заплатил наш народ. Более 27 миллионов людей погибло во время Великой Отечественной войны. И наша с вами святая обязанность чтить память, всегда говорить об этом в школах, в садиках, везде, чтобы память о них была всегда. Память всех погибших за освобождение станицы земляки почтили минуты молчания. Желаем мирного, мирного и еще раз мирного неба над головой. Здоровья, дружбы, единства. Каждый год жители станицы Калужской собираются у братской могилы, чтобы возложить цветы и низко поклониться советским воинам. Старшее поколение передает младшему поколению память о бывшедших воинах, погибших ради жизни. 23 января состоялся выездной прием граждан в Азовской амбулатории. Глава района вместе с руководителем Северской районной больницы Манолисом Ананниковым пообщались с жителями о медицинском обслуживании населения. Прозвучали вопросы открытия аптечного пункта вблизи амбулатории, приобретения вездеходной санитарной машины для перевозки тяжелобольных людей. В этом году приложу все усилия, потому что тут требуется, на самом деле. Азовская амбулатория известна высоким и своевременным качественным обслуживанием пациентов. Прием проводят квалифицированные специалисты с чутким и внимательным отношением. Жители довольны оказываемыми медицинскими услугами. Очень довольна, потому что здесь коллектив очень сплоченный, дружный. Меня никогда не выбрасывали. Вижу, люди тоже идут, идут, идут. Я хочу сказать, что врачи очень специализированы. Пообщались азовчане с местной властью и о других проблемах станицы. Глава взял на личный контроль такие вопросы, как улучшение качества дорог и улиц, устранение перебоев с электроснабжением, систематические трудности водозабора. Проблема с освещением улиц в вечернее ночное время была решена на месте. Житель улицы 8 марта вынес предложение выступить инвесторам и приобрести фонари за свои средства. А установка ламп будет произведена силами администрации азовского сельского поселения. Я верю, Адам Фахметович. Спасибо ему, мы часто встречаемся. Круглый стол у нас там всегда, каждый год. Ну, я думаю, что это сдвинется с места. Прием граждан в медучреждения говорит об интересе местной власти к проблемам здравоохранения в станице. Эта работа дает право не замалчивать и не игнорировать возникающие проблемы на месте. Важность и необходимость выездных встреч с главой района, а особенно в медицинских учреждениях отметили все азовчане. Только систематические встречи с властью позволяют им быть вовремя услышанными. Конечно, нужно, да. Потому что не постоянно выберешься, а так приехали те к месту, как бы очень удобно. У нас очень серьезная проблема по электричеству. Не хватает трансформатора, но естественно, не дешево стоит, и поэтому будем ждать, когда решатся наши проблемы. В конце встречи глава района вместе с первым заместителем Мариной Наумейко отметили, что для решения наболевших вопросов жителей станицы будут приложены максимальные усилия. Инна Кухта, Андрей Вискушенко, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». В понедельник стартовал региональный этап ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года-2018». Конкурс проходит на базе школы номер 44 станицы Северской. И эту школу уже по праву можно назвать территорией гостеприимства. Конкурс «Учитель года-Кубани» проводится в несколько этапов, на каждом из которых отбирает лучших претендентов на почетное звание. Участники расскажут о своем опыте работы на семинаре и проведут открытые уроки, организуют мастер-классы по проведению воспитательного мероприятия и родительского собрания на тему, выбранную по жеребьевке. Своё мастерство представляют 11 конкурсантов, и для участников победа крайне важна, ведь она не только доказывает высокий профессионализм учителя, но и поднимает престиж школы. Новизна моей работы заключается в том, что я стараюсь регулярно включать большой музыкальный материал, основанный на самобытной культуре кубанского казачества, свои уроки и занятия в неурочной деятельности. Профессия учителя всегда считалась одной из самых уважаемых в нашей стране. Педагоги не только дают нашим детям необходимые знания в разных областях, но и прививают им положительные человеческие качества и готовят к взрослой жизни. При этом многие думают, что работа учителя однообразна и не претерпевает значительных изменений, но это вовсе не так. Сегодня в школах активно осваивают новые методики преподавания разных предметов, стараются идти в ногу со временем и давать не только качественные, но и современные знания. В этом нелегком деле учителям помогают различные семинары, съезды, конференции, на которых они делятся опытом, а также конкурсы, позволяющие продемонстрировать свои результаты. Первый день открытый, когда они могут посмотреть уроки других преподавателей и послушать методический семинар. Методический семинар – это методическая грамотность, результативность и продуктивность, которую они показывают здесь. А прежде всего, конечно же, это показать, как нужно это делать. Это главное в этой задаче, особенно сегодня на уроках. Победитель регионального этапа будет достойно представлять наш район на краевом уровне. Инна Кухта, Андрей Вискушенко, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». В Северском районе 270 детей ждет путевки в детский сад. Задачу, поставленную президентом ликвидировать очередь в дошкольное учреждение, район выполняет. Строятся новые сады, добавляются группы и обустраиваются помещения в уже работающих учреждениях. Вопрос устройства дошколят находится под постоянным контролем главы района. Он лично выезжает на объекты, чтобы проверить, как идет строительство. Здесь особенно важно сделать работу качественно и в срок. Надо будет отсыпать эту дорогу. Я вам дам щебень, да. Ну и здесь надо. Мы сейчас по грязи шли. Это не пойдет. Все равно не все пойдут оттуда. Тогда туда пойдет. Две новые группы скоро откроют свои двери для 60 ребятишек станицы Калужской. За счет средств муниципального бюджета было выделено свыше 4 миллионов только на ремонт. В результате проведения этих ремонтов были обустроены две игровые площадки, теневые навесы для того, чтобы могли дети в летний период и вообще в любое время года выходить на улицу на прогулки. У нас обустроены игровые комнаты, проведены работы по обустройству санитарных комнат для детей двух групп. На сегодняшний день уже проведено даже комплектование. И в данное время родители 60 малышей получают путевки в многофункциональных центрах. В дальнейшем они пройдут медицинскую комиссию, придут к нам в школу, будут зачислены в дошкольные группы и мы планируем к началу февраля эти группы уже открыть. Но открыть детский сад – это только начало. Нужно, чтобы маленьким хозяевам стало в нем комфортно и интересно. А для этого необходимо приобрести качественную и безопасную мебель, сантехнику, предметы гигиены, игровое оборудование. Уже все закомплектовали, все разложили. В принципе, групповые наши готовы. Задача, поставленная президентом, снять нуждаемость в детских садах в Северском районе выполняется. Новые дошкольные учреждения открываются регулярно. И эта работа требует четкого взаимодействия структур власти управления муниципального и регионального уровней. Долго мы с вами обсуждаем этот вопрос на протяжении многих лет. Но вот нашли мы возможность, нашли средства и сделали то, что вы видите. Потому что самое главное в нашем жизни что? Дети. Поэтому и вам счастье, и вашим детям счастье, чтобы здесь было им комфортно, чтобы здесь с любовью к ним относились, чтобы они жили в этом красивом домике и ни в чем не нуждались. Кирилл Колодкин, Андрей Вискушенко, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». 25 января православная церковь чтит память мученице Татьяны. Святая мученица издавна считается покровительницей учащейся молодежи. Недаром в этот день празднуется и День студента. В этот день в Северском доме культуры для всех студентов нашего района состоялась праздничная тематическая программа. На мероприятии торжественно поздравили студентов и преподавателей, у которых именины совпадают с этим днем. Полный зал улыбок и хорошего настроения – залог учебы не в тягость, а в радость. Корни праздника уходят глубоко в историю. Он тесно связан с возникновением Московского университета. Эту инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова одобрила императрица Елизавета, подписав указ об основании университета. Этот указ в 1755 году стал подарком в день именин матери графа Шувалова, которую звали Татьяна. Сегодня День студентов и День Татьяны неразрывный, как и прежде. В силу характера студентов отмечается этот день весело, шумно и массово. В этот день всегда празднично настроены. В них задор, молодость, красота. И тогда сам чувствуешь рядом с ними себя молодым. Преподаватели вспоминают золотые годы молодости, а студенты строят планы на будущее. В будущем я хотел бы, конечно, пойти по своей профессии дальше. То есть я сейчас учусь на педагога, режиссуру актерского. Но я хотел бы пойти на актера, закончить актерское, дальше быть актером. Если повезет, то певцом. Татьянин День – праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. Дайте нам выбор всего лишь один. Мы ведь студенты, студенты, студенты. Мое избирательное право. Так называется деловая игра, которая прошла в молодежном центре «Этаж». Ее участниками стали старшеклассники школы номер 43. Они выполняли разные задания на знание основ избирательного процесса и структуры органов государственной власти, а также попробовали свои силы в жанре политической рекламы и пиара. Тех, у кого это получилось лучше всего, определили председатель районного совета молодых депутатов Ольга Ровкина, депутаты Афибского городского и Северского сельского поселений. Очень много чего для себя открыл. Открыл новые какие-то законы, которые я до этого не знал, цитаты великих философов. Ну и еще много чего. Мы подняли себе дух, проигрывая в начале и победив концовке. Я бы поставил пять звезд из пяти. То есть сейчас молодежь уже не такая, как в прошлом. Она не увлекается книгами, а если сейчас проводить эти мероприятия регулярно, то людям начнет это нравиться, и они будут готовиться к этому. И следовательный интеллект у них повысится. Все участники и организаторы отметили важность подобных молодежных мероприятий в преддверии значимого политического события в России – выборов президента Российской Федерации. В четверг на ледовой арене клуба «Северские волки» состояла церемония открытия хоккейного турнира «Зимний кубок». С напутственным словом к будущим чемпионам обратился начальник районного управления по физической культуре и спорту Сергей Клименко. Он пожелал ребятам достигнуть высоких побед и достойно войти в сборную России. Примечательно, что хоккейному клубу Северского района нет равных среди детского хоккея на территории Краснодарского края. Клуб «Северские волки» – своеобразный знак качества и талон спортивного достижения, некий пьедестал, побывать на котором стремятся чуть ли не все мальчишки, не только нашего района. История северской хоккейной команды началась шесть лет назад. Именно тогда появилась первая группа ребят, которых учили стоять на коньках и обращаться с клюшкой. У клуба «Северские волки» созданы все необходимые условия для тренировочного процесса хоккеистов. Тренировки и игры проводятся в Ледовом дворце с круглогодичным катком с настоящим ледовым покрытием. Хоккейный клуб «Северские волки» образован в 2012 году. Нашей создательницей Пападопола Марии Николаевны, это моя мама. К сожалению, она ушла от нас. У нас проводится турнир памяти и хоккейный клуб «Северские волки» очень значимый хоккейный клуб для всего Краснодарского края. Значимость хоккейного клуба «Северские волки» для развития кубанского хоккея очень велика. Хотим создать большую хоккейную академию, мы к этому идем. Мы сотрудничаем тесно с властями нашими местными Северского района. Они нам очень сильно помогают. Именно в школу образовательную нам предоставляют. Спортивные классы для нас открыли в БОУСОЖ номер 59. То есть помощь идет, мы стараемся развиваться и в дальнейшем хотим создать большую хоккейную академию, такую, как возможного футбольного клуба «Краснодар». Продолжение следует...